В комплекте к этому уроку я вам дал две картинки, поэтому давайте их сразу же и откроем в фотошопе. Итак, что мы будем разбирать в данном занятии? Здесь мы будем разбирать инструменты такие как палец, размытие и резкость. Первым делом давайте возьмемся за резкость. Так, я здесь сделаю масштаб один к одному, довольно большая картинка такая. И обратите внимание, как вы у себя тоже ее естественно откройте. Сделайте тоже один к одному масштаб и посмотрите внимательно на эти листья. То есть они не очень так четко выражены, то есть немножко размыты. Но в фотошопе есть инструмент, который позволяет сделать более четкое резкое отображение. Называется он резкость, выбираете его и обратите внимание сразу на панель атрибутов. Здесь мы сразу можем выставлять размер нашей кисти. Следующий режим нормальный выбирается. Здесь есть еще режим затемнения, насыщенность, цветовой тон, яркость. То есть оно просто будет не делать резким все подряд, а на яркости оно будет выделять самые яркие стороны. Или менять именно насыщенность цвета. Поэтому я в принципе всегда пользуюсь нормальным режимом. И теперь давайте мы и начнем. Итак, сделаем побольше нашу кисточку. И еще обратите внимание, есть такой параметр как интенсивность. Вот он здесь находится. Что это за такой параметр? Чем он выше, тем более интенсивней будет инструмент работать с резкостью. То есть он будет как бы эффективнее делать резкость. Но сразу говорю, когда резкость будет слишком большая, то начинается не очень красиво. Видим, контрастность очень сильная появляется. Поэтому лучше всего ставить где-то вот именно 50% и начинаем обводить. И сразу обратите внимание, как меняется вид. На первый взгляд, кстати, может показаться, что ничего не изменилось. Но специально для этого мы сейчас пройдем в панельку истории. И там все просмотрим. То есть что мы здесь проделали. Итак, видим, вот так вот все мы тут поизменяли. Идем в историю и смотрим. Если вы думали, что здесь ничего нету, то есть иногда так может показаться, то смотрите внимательно. Открываем вот на первую самую и жмем на иконку картинки. И вот какой она была. То есть достаточно такой разбытой. А если посмотреть в конце, то уже более четко видны эти самые листики. Давайте мы уменьшим и посмотрим в два раза. И посмотрим, что получается. Вот тут размытая картиночка. На видео может быть плохо видно, но вы когда будете делать у себя на компьютере, обязательно сравните, чтобы вы видели весь эффект от этого инструмента. Итак, с размытием, думаю, понятно. Теперь перейдем к следующему инструменту. Называется, тьфу, с резкостью. Теперь будем смотреть именно размытие. Размытие. В принципе, применять эти инструменты вы можете где угодно. Я просто показываю узкий диапазон. Ну а так вас ограничивает, по идее, только ваша фантазия. То есть, что хотите, то творите. Итак, здесь инструмент. Действие его решил показать вот на этой картинке. И здесь мы будем при помощи размытия убирать морщины вот у этой женщины. Итак, давайте для начала, в принципе, обратите внимание на панель инструментов. Практически все то же и самое. Так, яркость здесь поставлю нормальный режим. И здесь давайте сделаю немножечко поменьше пикселей. Ну, 15 перо будет. Нормально. Дальше. Обратите внимание, может вы еще не заметили параметры жесткости. А, ну да, я вам объяснял в прошлых занятиях, поэтому пропускаем. Итак, идем теперь вот на морщинки и выбрали размытие и начинаем по ним водить. Интенсивность 50%. И обратите внимание, наши морщинки пропадают потихонечку. Вот так вот. Стараемся делать аккуратненько, чтобы получился наглядный хороший пример. Так. Вот так вот. И вот так. Так, опять же делаем поменьше чуть-чуть. Ну и в принципе, можно считать, что готово. То есть профессионально тут мы придираться не будем. Итак, если вы думаете, что здесь не сильно помолодело лицо, то просто опять же переходим в историю и щелкаем на самое первое. И обратите внимание, тут с морщинами здесь уже эффект вот так на лицо будет. Менее заметны морщины, чуть-чуть помолодело лицо. Ну, естественно, если больше делать, уделяя больше времени, то получится результат намного лучше. Думаю, что вы все-таки проделываете результат намного лучше меня. Не стесняйтесь как бы, а делайте именно. Тренируйтесь, чтобы у вас было все, набивался ваш опыт, так сказать. И еще один инструмент, про который я хотел рассказать. Палец называется. Ну, где его показать, если честно, я даже не знаю. Иногда применял я его. И, в принципе, в чем заключается суть этого пальца. Так, режим нормальный поставлю. Суть этого пальца заключается в том, что когда вы вводите по картинке, вы, получается, вводите по ней как пальцем по краске. То есть представьте, что вот эта картинка вот только что нарисована великим каким-нибудь художником. И вы, пофиг на все подряд, просто тупо взяли и начали водить по ней пальцем. Видим, как это все делается. Ну, в принципе, для каких-то целей этот инструмент, соответственно, будет очень полезен для кого-то. Для меня на данный момент, я все сидел, колупал башку, на чем бы вам показать, но так и не придумывал. Решил показать вот на этом дереве. И то же самое проверяем интенсивность. То есть чем больше интенсивность, тем эффективнее работает кисть. Тем меньше интенсивность, тем меньше кисть работает. В принципе, на данном занятии все. Смотрим, ковыряемся, практикуемся и переходим к следующему уроку.